История Она так поступает с людьми. Сначала она их избирает, приводит их в движение. Одних оставляет на обочине пути, других возвышает. Третьих зачастую заставляет погибнуть под ее тяжестью. Иногда она представляется в виде необъятного чайника, в котором бурлит вода жизни в всепожирающем костре в быстротекущем времени. Эти мысли принадлежат самому молодому доктору исторических наук, председателю Узбекского национального общества молодых ученых Эльёру Эриковичу Каримову. И стал он героем нашей программы «Профессионал» не случайно. Он один из самых известных в мире медиевистов Средней Азии. Напомню, что медиевистика – это наука о Средней вековье. С трудами Эльёра Эриковича знакомые работают многие ученые-историки за рубежом. Ну а коллеги еще больше удивляются и радуются его новым трудам. Конкретно вот сегодня вот у вас, например, коллег вызывает чувство удовлетворения по его последним работам. Действительно, вы правильно сказали. Это самый молодой доктор в нашем институте, Эльёр Ерикович Каримов. Защитился в 34 года, стал доктором наук. Это, конечно, прежде всего, это его труд, его талант, потом его профессионализм. Вот вам, как историку, что нравится Эльёра Эриковича? Какие хорошие стороны? Какие есть проблемы? Начну с хороших сторон. Он очень целеустремленный, многоплановый ученый-исследователь. В этом и заключается его профессионализм. Я думаю, он никогда пустое слово не говорит. Все. Когда если в научном плане говорит, то он опирается на факты, основываясь очень солидные источники. Это источники среднеазиации, нарративные, письменные источники, документальные источники. Например, он первым ввел, очень смело ввел и, как сказать, использовал агеографические сочинения в своем исследовании. В таком плане он очень многоплановый ученый, и он не останавливается на одном достигнутом. Например, я считаю его большим специалистом по истории мусульманского духовенства, суфийских тарикат в Средней Азии. В последнее время он все время поиски, он находит разные новые документы, вводит научный оборот и расширяет кругозор своих, диапазон своих интересов. Например, он сейчас подготовил работу по казийским документам Хивинского ханства. Это уникальные документы, очень уникальные. Я знакома с этой работой. Скоро она выйдет, и он там приводит казийские ярлыки, вакф-наме и разного рода документальные источники, найденные им во время экспедиции Хорезм, которые датируются 18-м, началом 20-го века. У Ильора действительно хорошие зарубежные контакты. У Ильора Ериковича он был в стажировке в Америке, во Франции. Он там читал неоднократно лекции, участвовал в проектах, в изданиях, скажем, «История цивилизации Центральной Азии». Это очень многотомное издание, которое издается в Париже под эгидой ЮНЕСКО. Он там является автором. И зарубежные коллеги его приглашали часто читать лекции. У него хорошие контакты с французскими учеными. Своему коллеге, профессионалу, ученому, что бы вы хотели пожелать? Идти дальше, не останавливаться, еще быть здоровым и выпускать очень много-много книг, которые порадовали и читатели, и исследователи. Внук первого члена корреспондента Академии наук Узбекистана, одного из ведущих новоеведов Алима Шарафуддинова. И сын крупного ученого-филолога Эрика Абдулаевича Каримова, первого поднявшего, кстати, вопрос и проблематику джадидов, как прогрессивных просветителей своего времени. Так что в выборе как профессии, так и темы для научной работы вопрос просто не стоял у Ильёра Эриковича. Перед молодым востоковедом и историком, знающим и владеющим свободно персидским и четырьмя европейскими языками открывались большие возможности в исследовании исторического наследия Узбекистана в одной из самых интересных периодов Средние века. Он прекрасный семьянин, а дочь Шарифа считает папу великолепным рассказчиком разных поучительных историй. В этом и есть элемент доброго ученого-профессионала. Его научный труд в суфийские тарикаты Центральной Азии в 12-15 веках, в Германии, Франции, Америке вызвали большой интерес в исследовательских центрах этих стран. Эта тема стала авторефератом диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук. Коллеги и зарубежные ученые отметили его новую интерпретацию таких пластов истории Средневековья Центральной Азии, как Амир Тимур и мусульманское духовенство, Ахмад Яссавий и ранее суфийская традиция Средней Азии. Некоторые черты хозяйственной и политической деятельности Хаджа Ахрара, развитие нравственно-религиозной мысли в эпоху Тимура и Тимуридов, Амир Тимур и его место в мировой истории. Ильор Эрикович самодостаточен как ученый истории, ведь многие его работы вошли в школьную программу для седьмого класса. Он постоянно выступает с лекциями в своем Альма-Матер в Институте Востоковедения, а на кафедре новой и новейшей истории в Пединституте имени Низами и в других вузах республики. У него также теснейший контакт с зарубежными коллегами в научных исследовательских центрах Европы, Америки, Японии. И главная его профессиональная черта – это каждодневный труд исследователя-историка. Ильор Эрикович, ну вот когда вы подходили к теме своей докторской, что в первую очередь вас двигало? Это чисто научное любопытство, расширение своего кругозора или же вот любым способом сделать фундаментальную научную вещь, чтобы она была предметом для докторской диссертации? Что в первую очередь двигало вами? Все три вещи, о которых вы упоминали, они были большим стимулом для, вообще для любого творческого человека. Конечно, традиция. В науке традиции играют очень большую роль. Ничто не рождается на пустом месте. И развитие своего кругозора, предшествующих исследований, углубление их, расширение – это играло очень большую роль. В то время, и, конечно, амбиции ученого – это нормальное, здоровое чувство, если вы хотите сделать что-то новое, дать что-то новое. А в противном случае, зачем все это нужно? Чем заинтересовала вас эта тема? Это долгая история. Она вышла в процессе исследования периода. Изначально, когда я разговаривал со своим учителем Мухминовой Розия Галивны, она определила только хронологические рамки исследования. Самая тема, она возникла в процессе многолетнего исследования этого периода, поездок, сбора материалов, литературы, консультации с учеными. И под конец, еще, я говорю о периоде своей аспирантской работы, к истории суфизма, это был, вот так зародился первоначальный интерес к истории суфизма. Намного, конечно, в более упрощенном варианте, намного более зауженного варианта, чем в дальнейшем, как это получило уже отражение в рамках докторского исследования. Вот среди медиевистов ваша тема одна из ключевых, и поэтому то, что вы сделали в своей последней работе, очень значимо для всех тех, кто работает именно в области медиевистики. Для медиевиста крайне важна источниковая база. Все в нашем исследовании так или иначе упирается в первоисточники. В базовую информацию, которую мы получаем из рукописных источников, из исторических памятников. То, что мы называем просто рукописями. То, что составляет крупнейший фонд Института Востоковедения Академии Наук, это фонд рукописей. То, чем славится наша страна, Узбекистан, который обладает для всего Востока одним из наиболее крупных рукописных фондов. А вот когда вы соприкасались с этой темой, что вас удивляло, что, можно так сказать, потрясало? Были такие моменты? Конечно, были. Были. Вы знаете, потрясал неизмеримо малый уровень наших знаний современных по отношению к тому колоссальному историческому наследию, обладателями которого мы являемся. Мы обладаем куда более широкой культурой, глубокой исторической культурой. Но, к сожалению, во многом знание о нашем историческом прошлом упирается в крайне низкую исследовательскую базу письменных источников. Поэтому для любого медиависта, конечно, одним из самых главных факторов является введение в научный оборот каких-то новых источников. Вот последняя работа, о которой вы упомянули, она не касается истории суфизма, она касается истории казийского судопроизводства. Вот там мне удалось обработать вместе со своими коллегами, с редакторами, научными редакторами, консультантами, очень интересный объем совершенно уникальной информации. Вот эта уникальная информация, она говорила прежде всего о чем? Мы часто рассуждаем, например, об исламской культуре нашего региона. В последние годы это вообще очень популярная тема, все начинают говорить, особенно об исламе. В то же время знание о государственности нашего региона, узбекской государственности, которая базировалась, конечно, до 20 века на исламских принципах, шариатских принципах. Но конкретно что это такое? Как это все реализовывалось в конкретную жизнь на протяжении многих веков? Это не было что-то такое абсолютно догматичное, застывшее. Все это так или иначе развивалось. Каким образом развивалось? Каким образом реализовывалось в жизни? Ведь с любого спроса, они знают только шариатский суд. Женщин побиваем камнями, вором отрубаем руки. И вот уровень знаний на этом абсолютном примитивизме. В действительности, я сам был удивлен, например, вынесение смертного приговора на протяжении веков. Хотя говорили, вот шариатский суд там, людей чуть ли не казнили пачками. Ни одного случая приговора к смертной казни. Если за особо тяжкие преступления и были такие приговоры, то их утверждал непосредственно руководитель государства, то есть хан на тот период, если мы говорим о периоде ханства. И никогда на уровне какого-нибудь регионального, пусть даже городского суда этот вопрос не решался. Казийское делопроизводство имело массовый характер. Объем документации, ее разнообразие показывает очень бурную социально-экономическую жизнь, очень бурные взаимоотношения внутри общества. Какие документы, какие направления, какие вопросы решались они. Все это присутствовало. Но, к сожалению, о многих аспектах этой жизни мы очень мало знаем. Его главные научные руководители, известные во всем мире, профессора Разия Мукминова, Осам Урумбаев, профессор Петербургского института востоковедения Олег Акимушкин, всегда утверждали, история – это наука, требующая беззаветного служения ей, и никогда не надо ждать от нее материальных благ. Она дает только главное – познать неизведанное. Ильер Ильякович Каримов правильно все понял. Он фанатично предан науке. Он готов ради нее пожертвовать всем самым дорогим. Потому с уважением историки мира относятся к той системе ценностей, которую он вынес и выстрадал. Их всегда удивляла его заряженность и увлеченность в выбранной цели, убежденность в ее значимости для науки. Он ученый в буквальном смысле слова «чистых линий и стихий». В этом заключено то, что можно определить как гуманистический пафос его научных исследований. Весь его инструментарий применен для того, чтобы откопать человека, его боль, смех, тоску или радость. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!